В этом проекте участвуем, мы заявились о том, что мы хотели бы работать с волонтерами, и вот такой волонтер нашелся, это была Полина Грель, которая к нам приехала из Германии. Это такой первый опыт вообще и в Вологодской области? Это опыт первый и в Вологодской области, и в нашем городе, и надеемся, что мы будем хорошим примером. Для нас это очень важно, потому что девочки общаются непосредственно с представителем, с носителем языка, который они изучают улубленно. Полина ведет кружок по подготовке домашнего задания, она занимается каждый день с девочками, и туда приходят все девочки, кто занимается в немецких группах. Полина участвует в занятиях по ДСД, немецкий языковой диплом. Это программа, которая реализуется в гимназии. Она помогает учителям немецкого языка вести уроки, ну и, конечно, участвует в наших мероприятиях. То есть, если девочки идут на экскурсию, если они едут куда-то с экскурсией посмотреть какие-то интересные места, или в городе, или за пределами, то она старается, конечно, тоже с ними вместе быть. Меня всегда привлекала Россия тем, что это очень большая страна с интересной культурой, поэтому я здесь. Больше всего на уроках истории меня интересовал период царской России, а именно правления Екатерины Великой, потому что это был период интенсивных связей между Россией и Германией. А здесь первое, что мне бросилось в глаза, это обилие воды в Череповце, это две реки, Шексна и Ягорба. И очень понравился Октябрьский мост. Еще бросилось в глаза обилие многоэтажных домов, высоток, которые не в очень хорошем состоянии, тесные для проживания людей, но к этому со временем привыкаешь. И я чувствую себя в городе очень комфортно. Школьная система в России и Германии отличаются. Уроки в России очень короткие, продолжаются всего 40 минут. Время пролетает очень быстро, незаметно. В Германии же продолжительность одного урока 90 минут, а затем длинная перемена.